Всем привет! Меня зовут Юля. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами собрались в этом видео, чтобы еще раз услышать вступление в СП «Авторские истории». Мы решили сделать с Джульетой Крустич повторные приглашения в наше СП, поскольку скоро оно будет завершаться. Окончание СП у нас 1 августа 2020 года, но именно из этого расчета мы посмотрели, что у кого большие работы, авторские схемы, тот в любом случае еще успеет с нами финиш сделать вместе. Как вы знаете, я уже в данном СП вышла целые две картины, поэтому я сейчас осуществляю только ту роль, типа технический помощник у Джульетой Крустич. Но новость вот в чем. В нашем СП будут призы. Да, раньше их не было. Раньше сам приз был, насколько легкая это СП, без всяких там заморочек. Давайте сначала расскажем еще раз, повторю, условия участия в СП, а потом мы уже перейдем к призам. Надеюсь, вы будете все еще со мной. Итак, СП «Авторские истории». Сама идея данного СП – это взять авторскую схему, которую вы купили или вам подарили, но ни в коем случае не скачанную с интернетом, и начинать ее вышивать. Работа может быть любого размера, в любой технике. Полная зашивка, частичная зашивка, маленькая, большая, без разницы. Главное, чтобы это была схема авторская. Какими нитками вы будете вышивать – тоже ваше чисто дело. Отчеты у нас даются ежемесячно. 1 по 10 число ежемесячно. С недавних пор у нас участились случаи пропусков, поэтому вы можете пропустить суммарно 3 раза. То есть вы можете вышивать 2-3 месяца, потом вы уехали в отпуск, вот у вас получился пропуск. Ничего страшного. Тут нету прям 3 пропусков подряд, и вы вылетаете. Нет, вы можете брать, так сказать, передышку в вашем проекте авторском. Главное, чтобы вы вышивали его. Также отсутствует норма крестиков. Поэтому я думаю, что это очень легкие и в то же время свободные правила для любой вышивальщицы. Никто от вас не требует 10 тысяч крестиков в месяц. Вот сколько получилось, вот сколько решили нарисовать или, так сказать, продвинуть авторскую схему на ваше рассуждение. Итак, это были условия. Теперь давайте перейдем к призам. Значит, я вам сказала, что финиш у нас 1 апреля 2020 года. А вступить в СП вы сможете только до 1 января 2020 года. Опять-таки, мы закладываем полгода на то, что вы сможете закончить в любом случае даже с тремя пропусками. Вы сможете закончить любую авторскую схему. Небольшого размера, конечно. А кто вживает большие работы, там как бы вообще есть полтора года еще впереди. У нас будут 4 победителя. Давайте начнем с тех, кто получит 2 схемы от Химеры. Одна схема в руки уходит. То есть, если вы выиграете, а выбирать мы будем рандомно, значит вы заходите в группу Катрусиной рукоделки и выбираете схему, которая вам нравится. И вам ее присылают. Скорее всего, что это будет одна из Екатерин. То есть, славится группа Катрусиной рукоделки, что там работают в основном одни Катери. Но не важно. Так, дальше у нас идет еще призы от двух авторов. Это дизайнеры. Они разрабатывают большие работы индивидуально. С полной зашивкой, без полной зашивки. И тут изюминка в том, что Наталья Пышнограева и Ольга Башкирова будут, так сказать, осуществлять блок схемы мечты. Что это означает? Что в одни руки, то есть два человека, получат разработку от этого дизайнера. А именно, то есть вы сможете взять свой исходник, фото, картинку, то есть с чего можно сделать саму схему. И автор, допустим, Наташа Пышнограева, она разработает. И кто следующий выиграет схему, то уже Ольга Башкирова тоже сможет для вас разработать схему по вашей картинке. Я думаю, это замечательные призы. Есть смысл участвовать. Кто мечтает о разработке своей какой-то личной схемы и считает, что это дорого или пока откладывает свою мечту. Ну, давайте мечту приблизим чуть-чуть ближе к нам, к нашим иголочкам, к нашему творчеству. Я ответила на все ваши вопросы в предыдущих видео, которые были по авторским схемам. Кто хочет вступить, вы сможете зайти в группу ВК. Это рукодельный ларец. Там есть альбом, авторские истории, отчеты. Туда вы грузите свое превью набора, то есть картинку саму. И в комментарии к нему делайте продвижение. Туда отчитывайтесь. Обязательно не забудьте, что в превью вам надо указать автора схемы, название схемы, обязательно название схемы, чем вы вышиваете, на какой конве. Для того, чтобы девочки могли ориентироваться, кто мечтал о данном сюжете, но еще не приступил. Давайте поможем с выбором, так сказать. Отчеты принимаются с 1 по 10 число ежемесячно. Идет видеоотчет по фотоотчетам. Краткое содержание, продвижение вашей работы. Если вы не хотите, чтобы вы участвовали в данном видеоотчете, просто напишите, и мы не будем вас включать в видеоотчет. Но отчеты проверяются, ставятся значки, как только проверил администратор ваш отчет. Время от времени я напоминаю девочкам, а также Джуретта Крустич, что скоро отчеты, поэтому надо подготовиться. То есть, за пару дней до отчета мы стараемся сообщить, чтобы вы не пропустили отчет, скажем так. Дальше, что у нас еще? Если у вас есть какие-то пожелания, предложения, пожалуйста, пишите в личные сообщения от Джуретти Крустич. Или же мне в личные сообщения. Можно здесь писать под видео вопросы. Я на все отвечу. Я надеюсь, что я объяснила и рассказала все понятно. Желаю вам вступить в наше СП, осуществить свою авторскую историю и потом получить схему своей мечты. От таких дизайнеров, как Химера, Наташа Башнаграева и Ольга Башкирова. Я желаю всем вдохновения, хорошего настроения и улыбок. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok